Аниме Какую роль в разработке играл знаменитый автор манги Масакадзу Кацура? Да и вообще, те процессы, которые мы опишем, может пригодятся и вам для дизайна ваших персонажей. Над экшеном Astral Chain работали не ветераны студии Platinum Games, у которых в портфолио числится Resident Evil и Devil May Cry, а новички. Даже гейм-директор игры Takahisu Taura на предыдущих проектах был рядовым гейм-дизайнером. На ранних этапах игры у команды не было четкого представления, как должны выглядеть персонажи. Была лишь абстрактная идея атмосферы. Крутой полицейский защищает ночные улицы, залитые неоновыми огнями футуристичного города. Эта атмосфера была по большей части вдохновлена Zetman, произведением знаменитого автора манги Масакадзу Кацура, на работах которого гейм-директор Takahisu Taura рос еще со школы. В конце концов Кацуру позвали в проект на должность ведущего дизайнера персонажей, и тот согласился. И еще с первых набросков главных героев мангака начал непосредственно влиять на сюжет игры. В первой версии документации, которую я получил, главные герои не были близнецами. Но они оба должны были выглядеть какими-то потрепанными, так что я решил, что и до причесок им дело быть не должно. А еще мне сказали, что игрок сможет выбирать пол протагониста, поэтому я попытался сделать их лица похожими. Это, возможно, все и определило. Увидев первые наброски, команда решила изменить сюжет так, чтобы персонаж игрока и его напарник стали близнецами. Чуть позже был переписан персонаж Дженны Андерсон. Кацура изобразил безумного ученого в своем собственном видении. В итоге история была изменена так, чтобы этот персонаж в ней играл более значимую роль. Уж очень удачно вышла Джена. На геймплей Кацура тоже повлиял. На своих концепт-артах Мангак очень любил прорисовывать все до мельчайших деталей, подчас создавая альтернативные версии персонажей. Как он потом признавался, ему было просто интересно визуализировать снаряжение, надетое поверх униформы. На коробке с игрой главные герои изображены в полном обмундировании, но Кацура-сан нарисовал и множество других вариантов. Без брони и в другой одежде. Мне хотелось, чтобы все эти вещи появились в игре, поэтому мы добавили кастомизацию облика игрока. Если захочется, вы можете надеть только рубашку. Все дизайны мы оставили точно такими же, какими они были у Кацура-сана. Нам сильно помогло то, что он рисовал все отдельно по элементам. Каждый раз, когда мы получали от него новый материал, мы думали, так, это все должно попасть в игру. Работы Масакадзу Кацуры помогли разработчикам даже при оптимизации. В своих набросках Мангака нарисовал три типа шлемов для офицеров полиции, и те пришлись очень кстати, когда оказалось, что движку игры сложно отрисовывать толпу полицейских с разными лицами. Просто надев на всех эти шлемы, художники сильно упростили себе задачу. Изменяя форму подбородка, можно было создать бесконечное количество вариантов лиц, не нагружая при этом систему и сотрудников. А самому Кацуре еще и понравилось, что так полицейские теперь были похожи на супергероев в масках. Кацура всегда сопровождал концепт-арты огромным количеством комментариев и разъяснений, и это облегчало работу создателем моделей. Он подробно указывал, какие материалы лучше применить на том или ином участке одежды, в зависимости от того, подвижна эта часть костюма или нет. Он понимал, что это арты для моделей, которые будут двигаться, поэтому писал заметки в духе «эта часть шлема сделана из мягкого материала». На самом деле, не так уж часто встречаются дизайнеры персонажей, которые все настолько дотошно продумывают ради тебя. Мангака вообще продумывал любые мелочи, например, популярные и непопулярные в этом мире бренды, или фирмы, у которой закупают униформу полиция. У всех персонажей, работающих в полицейском управлении, на одежде можно заметить символ шестеренки — это марка одежды. Это же самое веселое в дизайне персонажей. Разве и круто было бы, если бы противники выглядели так же, как и полицейские? Неправильно одевать и тех, и других в каком-то одном стиле. К тому же, если противники пришли из другого мира, то точно заслуживают получить какую-нибудь невиданную одежду. Еще рисуя Зетман, я сам работал над внешним видом героев, а своему другу я отдавал всех злодеев. Естественно, тогда обе стороны конфликта выглядели и ощущались совершенно по-разному. Когда Кацура завершал работу над обликом персонажа, моделеры Platinum Games начинали работать над тем, чтобы персонажи выглядели круто. Ну, во-первых, нужно было отделить персонажей от фона, чтобы тени утонули в буйстве игровых красок и яркого освещения. При этом требовалось сохранить оригинальный стиль, опираясь на дизайн мангаки, иначе герои, наоборот, слишком выбивались бы из сеттинга. Эту задачу поставили Кодзи и Сиди, ведущему 3D-художнику по персонажам. Мы не знали, как быть – прибегнуть к более реалистичному подходу или положиться на сейл-шейдинг, напоминающий аниме-стилистику. Но тогда дизайн не сочетался бы с окружением. Мы долго бились над этой проблемой, но в конце концов решили, что нам необходим смешанный вариант. Для смешанного варианта нужны были специальные освещения и эффекты. Команда Кодзи и Сиди для начала начала работу с реалистичным, основанным на физике освещением, после чего добавляла эффекты, как бы нарисованные на персонажах, чтобы приблизить их к аниме-стилистике. Для этого художники использовали несколько типов света. Сначала бралась исходная модель персонажа без специального освещения. Потом ей добавили рисующий свет, чтобы подчеркнуть силуэт. Затем ключевой свет, чтобы высветлить и выделить персонажа в кадре. Причем почти нерассеянный, поэтому на модели очень жесткие контрастные тени, которые уместно смотрелись в городе полном искусственного освещения. Далее специальной подсветкой для детализации волос и глаз создавались эффекты, будто бы нарисованные на персонажа. Эффект Scatter Coloring придавал дополнительный объем лицу и теням, делая кожу не такой однотонной. Наконец персонажа дополняли обводкой, отделяя его от насыщенного фона и получали конечный результат. Финальными штрихами добавили карты нормалей, отображающие утопленные и выпуклые части моделей, и специальная система, точно размещающая на персонажа тени. И наконец, чтобы у персонажей окончательно сложился цельный образ, оставалось лишь оживить их лица. Этой задачей занялся Токахиро Ивагами, художник, отвечающий за лицевую анимацию. Я внимательно изучал работы Кацуры, от артбуков до манги, например, тех же Зетман и Тигра и Кролика. Хотел почувствовать экспрессивность его персонажей. Для самой анимации я использую FACS, система кодирования лицевых действий, чтобы упорядочить мимику и эмоции. Персонажи в Astral Chain не совсем реалистичные. Но используя специальные цифровые скелеты, Ригги, у меня получилось создать мимику, которая выглядит в духе похожих на мангу и аниме дизайнов Кацуры. Ивагами с Таурой подолгу обсуждали, какие эмоции должны выражать лица персонажей. Для этого аниматорам нужно было, чтобы игроки отождествили себя с главным героем. Значит, на их лицах не должно быть слишком ярких эмоций. Ну вот если что, это мой персонаж, с ним по идее я должен себя отождествить. Ситуацию упрощало и то, что герой Astral Chain почти лишён голоса, поэтому ему не нужно быть особенно выразительным, даже в сюжетных катсценах. По итогу художники Platinum Games нашли баланс между стилем манги и фотореализмом. Героев рисовал профессиональный мангако, но обитают они в достаточно правдоподобном мире. 3D-модели сдобрены густыми тенями, но в то же время не выглядят нарисованными. В итоге Astral Chain – наглядный пример того, как можно подойти к устоявшимся трендам в дизайне персонажей с нестандартной стороны. Нестандартно подходим и мы к своим курсам, где много общения, взаимодействия между преподавателем и учеником, а ещё можно сделать дипломные задания по ТЗ от реального заказчика. Курсов много, а будет ещё больше, а из ближайших – по моделированию – DraftPunk. Там преподаватели будут обучать полному циклу производства моделей от силуэта и механики до запечки и текстурирования. Ссылка на курс в описании. Оттуда же переходите в наш паблик или телеграм-канал, там каждый день выходит статьи о геймдеве и даже кино. Специально для этого мы берём специалистов индустрии, общаемся с ними, чтобы материалы получились более информативными и точными. Ну и конечно не забывайте смотреть другие видео на этом канале, выходить они будут часто. А с вами были Алексей Луцай и Даша Кравчук. Увидимся в следующем ролике. Пока.